Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас замечательный автомобиль Chevrolet Lanos 2008 года выпуска 1.5 на механике Сегодня на этом автомобиле мы заменим датчик на лампу на задний ход Пытались его промывать Контакт, видать, уже окислился или замаслился Не зажигается лампа через раз Бывает зажгется, бывает не зажгется, чаще не зажигается Промыли, поставили, заработало Какое-то время поработало, опять отрубилось Заказали просто новый датчик Сейчас его перекрутим, там 2 минуты делов И также поменяем датчик кислорода верхний, который до катализатора Заменим его, обнулим, сбросим данные И заведем, проверим Когда зажигается эта ошибка, машина начинает бензин жрать, как слепая лошадь Расход увеличивается раза в 2-2,5, наверное Поэтому посмотрели, ссылаясь на верхний датчик, заказали его и меняем Приступаем Вот здесь вот стоит датчик задней скорости у нас Сейчас подсвечу его Вот он Снимаем разъем, флажок Вот такой вот разъем И откручиваем датчик Ключик на 19, обычный, рожковый Накидываем Я его ослабил Вместе с кольцом снимаем его Внешний датчик целый Масло попало и все, контакта нет Не зажигает Новый датчик будем вот такой, Францикар Использовать Номер его идет ФЦР-30С-041 Исполнение идентичное натуральному Оригинальному А, номер есть даже на датчике ФЦР-30С-041 И закручиваем его обратно Подтягиваем его И одеваем разъем Все, вот таким образом Датчик меняем Сейчас проверим Лампочку нашу Слышишь сзади? Все, сразу зажглась нормально Все, заработало Все хорошо, все замечательно Меняем датчик кислорода Так, откручиваем Вот эти два болта Третий болт снизу Но его там нету Сейчас посмотрим По-моему он просто сорванный Снимаем экран Теплозащитный вот этот Снизу с третьим болтом Нет, его просто Его просто нету Закажем болт И прикрутим его Вот у нас разъем Датчика А вот у нас Сам датчик Прикручен Размыкаем разъем И выкручиваем датчик Датчик сейчас посмотрим Как нам лучше Выкрутить Для этого Специальные ключи Есть глубокие Разрезные Но у нас Такого нет Танцы с бубнами Пришлось взять Накидной ключик На 22 Обрезать его Коротенько Вот таким образом Примерно где-то 5 сантиметров И сделать здесь Зазубринку Проточил Вот эту сторону Потому что Между датчиком И коллектором Очень маленькое расстояние Головку подсунуть Здесь нельзя Трубка кондиционера Мешает Вариант Либо снимать коллектор Целиком Но прокладок У нас с собой Сейчас нету новых Это неприемлемо Но крайний вариант Был Но таким ключом На 22 Смогли подлезть И сорвать датчик Поставили его И монтажкой Снизу Через Низ коллектора Подломил Пошла Потихонечку Вверх Потихонечку Вниз Расшевелили И сейчас Уже его откручиваем Этим же ключом И закрутим Открутил Вот рукой Новорачиваю И снимаю Наконечник я Разъем откусил Хотя можно было Не откусывать Но я пытался Головку одеть Вот он датчик Грани Остались целые Не побитые Это вот Новый датчик Новый датчик Оригинальный 963 77 500 Вот такое исполнение Резьба здесь Немножко Ничем она не связана Не смазана Я сейчас смажу Медной Смазкой И закручиваем И закручиваем Аппаратно все наживил ключ через разъем одевается но вот этот чехол защитный снимает сзади и можем одеть ключ затягиваем так все я подтянул снимаем ключ одеваем наш и вбиваем разъем одеваем на место экран и закручиваем его крифтенки . . . . . . . . идем смотрим что у нас покажет компьютер сначала посмотрим на ошибки а потом уже заведем и проверим на работу что пробуем отключил сейчас у б.д. у нас все пошло сейчас мы сотрём а вот она нет активности это там чего другое выскочил может быть из-за того что включено зажигание долго нет активности вот он код ошибки по 0 1 34 датчик 1 вот он его и показывает мы заходим и обнуляем его удаляем ошибку все заходим сюда ошибки нет и заводим автомобиль это посмотри а Что ты хочешь еще что-то просмотреть? Сейчас проверить, да. Двигатель поработал, сейчас проверим. Ошибка связи. Я зажигание выключил, он его потерял. Сейчас вроде нашел. Да, он заново просто подключился. Сбой зажигания. А, это не то. Информация. Нет, нету здесь никаких ошибок. Ошибки здесь. А здесь нет кодов неисправности. Ну все, мы сейчас обнулили его. Ну давай еще раз обнулим. Все, с новым датчиком машина поработала. Недолго. Но тем не менее никаких ошибок нету. Сейчас покатается человек. И будет уже понятно. Все у нас здесь удалено. Выходим. Все. На этом мы замену датчика лампы на задний ход заменили. Также заменили датчик кислорода. Завели и проверили. Ошибок нет, не высвечивается. Сейчас катается человек недельку-две. И проверим. Если никаких ошибок высвечиваться не будет, значит все нормально. На этом все. Всего вам доброго. Продолжение следует.